Здесь, за моей спиной, находится одна из многочисленных в городе Бресте подземных скважин. Именно в этом месте начинается длинный путь воды, прежде чем она попадет к нам с вами в дома. А значит, бытущее мнение, что вода, которой впоследствии пользуются люди, забирается из реки Муховец, неверная. Ее подача осуществляется из подземных источников артезианских скважин глубиной 200-400 метров для хозяйственных и питьевых нужд. В Бресте пять водозаборов, расположенных в различных частях города. Один из них, Граевский, сейчас использует 17 скважин. Основа основ водозабора – станция безжелезивания с восьмью фильтрами, загруженными щебнем. Проходя через гранитный щебень, содержание железа в воде снижается до нормативных показателей. Уходит цвет и характерный запах. Далее она попадает в резервуары чистой воды и только потом в городскую водопроводную сеть. Интересный факт. До 1966 года вода из скважин подавалась в водопровод без очистки. Сегодня для надежного и качественного водообеспечения населения Бреста на водозаборах установлено современное оборудование. И все процессы на водозаборе контролируются операторами и машинистами. На водозаборе внедрено дистанционное управление скважинами и насосным оборудованием. С диспетчерской водозабора машинист может управлять давлением в городскую сеть, включением насосом, контролировать состояние насосного оборудования на скважинах и также дистанционно включать и отключать скважины, которые влияют на количество воды, подаваемой на очистные сооружения, а также подачу воды в город. И также с диспетчерской возможно управление станцией обезжелезивания, ну и насосами второго подъема. Вода – это здоровье и энергия. Вода лежит в основе нашего обмена веществ и жизнеспособности. Вода – безопасная прозрачная жидкость без цвета, запаха и вкуса. Для комфорта горожан все эти показатели в первую очередь должны быть постоянными. Ежегодно в лаборатории отбирается более 13 тысяч проб питьевой воды. Отбор проводится на скважинах водозаборов, на фильтрах станции обезжелезивания, перед поступлением в распределительную сеть, из уличных водоразборных колонок и повысительных насосных станций. В городе Бресе вода хорошая, она нормативного качества, по крайней мере, с водозаборов она поступает вся однозначно и всегда в пределах предельно допустимых концентраций, которые предписаны санитарными службами. Уже дальше по распредсети, ну да, бывают моменты, которые устраняются, но опять-таки отравиться нашей водой невозможно. У нас возможно немножко повышенное содержание железа, но опять-таки это не опасно для жизни, это больше такой эстетический дискомфорт, как правило. Что касается бактериологических показателей, она благополучная, ну в 99% случаев и 100%, даже больше. Та вода, которая у нас, она меньше 0,3 мг в литре железа, очищается она где-то от 1,5 мг в литре, ну то есть как бы значительная работа проводится для того, чтобы очистить, ну и собственно она пригодна для употребления. В лаборатории проводится контроль качества воды по широкому спектру показателей. Водородный показатель, общая минерализация, жесткость, перманганатная окисляемость, вода проверяется на содержание нитратов, нитритов, сульфатов, хлоридов, металлов и конечно на уровень радиации. Работники лаборатории выполняют свою работу абсолютно каждый день, это важно, перебоев быть не должно. Много сотрудников лаборатории работают уже на протяжении многих десятков лет, как например Вера Антоновна, которая отдала контролю качество воды вот уже 38 лет. Если нету никакой кишечной палочки, она будет прозрачная, без всяких пузырей, может лопаться среда, а если есть, то тогда будет и разрыв среды и бурление, это выделяется кислота и газ. Это мы выдаем, что обнаружено, а если не обнаружено, среда только поменяла цвет, прозрачность становится, тогда мы выдаем результат, что у нас нету в наличии кишечной палочки. Хорошая работа, мне нравится, как бы близко к моей бывшей специальности, я вот как перешла в водоканал, сразу же сюда пришла и микробиология это все, питательные среды, интересно как их готовить, как с ними работать, что вырастает, у нас иногда такое вырастает, такие пузыри красивые, особенно блестят и такие отдельными вот этим вот, это все нравится. Для того, чтобы прийти в наш дом, вода из недр земли преодолевает систему фильтров, проходит через несколько мощных насосов и через лабиринты труб, и будьте уверены, она не опасна для здоровья.